Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, Доброй Раницы. Сегодня у Гомеля отбудется первое посаджение областной выборчей комиссии по проведению выборов президента Республики Беларусь, которая была утворена на передо дни. Ее колькосный персональный склад затверджен на суместном посаджении Абловы Конкама и президиума областного совета депутатов. На место в областной комиссии претендовали 24 человеки. Большая из них была вылучена политическими партами и громадскими объединениями. Трое от прационных коллективов, еще 8 граждан подали заявы по властной инициативе. Для этого им нужно собрать не меньше за 10 подписов в свою поддержку. Разом с тем отповедности с выборчим кодексом максимальная колькость областного выборкама не может перевышать 13 человек. У ходе посаджения склад комиссии был затверджен шляхом открытого голосования. При этом галонным прайоритетам, який уличывался при затверджении кандидатур, был практичный опыт работы у выборчих комиссиях. Комиссия сформирована сегодня, достаточно опытная. Это люди, многие из них уже прошли избирательные кампании, были, работали в комиссиях. Поэтому я думаю, что имея опыт, знания, главное энергию, эта комиссия сможет выполнить поставленные ей перед Центром избирательного задачи. И обеспечит организацию избирательного процесса на самом высоком, самом достойном уровне. На минулом тень на Международной универсальной выставе «Экспо-2015» в Милане пройшли дни Гомерской области. В складе делегации нашего региона, начале со старшиной Абл-Выконкаму Владимиром Дворником, находились и керавники райвыконкамов и буйных предприемств в области, а так само представники бизнес-колов, которые провели офицейные перемоги с итальянскими партнерами. Выникам визита Гомерской делегации в Италию стало подписание шероху погоднений об супрационестве. Конкретные домовленности были досягнуты по межрогачевским молочно-консервовым комбинатам и итальянской компанией «Мир Италия». Патрог на керунках об развитии супрационества с итальянскими партнерами домовились на Гомельском тлушевом комбинате на Гомель-агрокомплекте. Средо наиболь значных выникал так само подписание погоднения об реализации инвестиционного проекта по межадминистрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, Гомельским отделением Белорусской гандлёво-промысловой палаты и итальянской компанией «Фо-Консалтинг». Для того, как замоцовать белорусско-итальянские стосунки, плануется организовать в четвертом квартале бегущего года визиту отказ на территории Гомеля. У Гомельским державным университетом имя Франциска Скарины подведены выники уступной кампании на бюджетную форму навучания. Студентами Галона и ВНУ региона стали омаль 600 абитуриентов, а самой запотребованной специальностью оказалось правознавство. Конкурсное ЕС клав 18 человек на место. Иншая подробностя в сюжете наших корреспондентов. У лекционной аудитории напряженная тишиня. Отказный сакратар приемной комиссии оповещая выники залечения на бюджетные места дзюнной формы навучания. Называется «Колькость местов, принятых абитуриентов и проходный бал». Адразу после этого в очи одных светятся радостью, у инших считается расшарование. Агульная картина довольно оптимистичная. Невеликий недобор отрымауся только по специальности «Лясная господарка». На три бюджетные места обвешаны додатковый набор. В целом мы удовлетворены результатами этой кампании. Все бюджетные места заполнены. Причем, если судить по проходным балам, эти проходные балы, как правило, по всем специально выросли в сравнении с прошлым годом. В целом, как уже отмечалось в прессе, результаты тестирования в республике стали более высокими. Самый великий в этом году конкурс на правознауство. На одно навучальное место претендовали 18 человек. Проходный бал – 339. Вучиться на юристов за кошт бюджета будут только двое студентов. Высокий рейтинг и у экономических специальностей. Колькость бюджетных мест на их так само обмежеванная. Зрешто и гуманитариям пришлось нелегко. Зараз уже студентка Вольга Шаповалова будет выучать замежные мовы. По выниках тестирования она набрала 260 баллов. Отрималась и навод крыху больше, чем спотребилось для залечения. В принципе-то ничего сложного. Конечно, надо было изучить историю Беларуси, поэтому было сложновато. А так, в принципе, все хорошо. Тестирование пришло легко для меня. Но только что поступление ждало. Результатов очень сильно. Сироты, кто с надеей читает списы залеченных, батьки абитуриентов, мать и Волье – не выключение. Самое тяжелое – это, наверное, ждать результатов. И когда мы услышали проходной балл и поняли, что у нас еще был запас, конечно, это неописуемая радость и восторг. Мы счастливы. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, Телерадиокомпания «Гумель». На Гумельщине отбылся молодежный музычный фестиваль «Христос серот нас». Его организаторами з'является отдел по работе с молоддю Гумельской православной епархии и Свято-Микольский мужчинский монастыр. Под обязанности проведения фестиваля в материале Вероники Ворошилиной. Проведение молодежного музычного фестиваля «Христос серот нас» уже стало доброй традицией. Пятый год за пар мероприемства ладится на территории монастырского подворка Свято-Никольского мужчинского монастыра у вёсца Теруха Гумельского района. У дела фестиваля примаются представники православных молодежных братств из разных кутков Гумельщины, а так само усежидающие править себе и свои творческие умения. Всю лето, как бы выйти на головную сцену, индивидуальным выканавцам и коллективам требовало пройти попередний конкурсный отбор. Однако, как признаются удельники и организаторы фестиваля, его творческое складающее далеко не самое важное. «Основной задачей подобного фестиваля – это именно общение людей. Есть люди из Гумельской области, из Светлогорска, из Рогачёва, из Речицы, многие из Гумеля. Да, некоторые знают друг друга, некоторые знакомятся именно вот здесь. В целом, это люди в различных храмах, различных приходах, которые в том числе и здесь могут между собой пообщаться». А кроме творческих выступлений у продуглежа на так само проведение мероприемства дезакоронаются духовные пытания. До примера, встреча со святаром на тему, что значит быть христианином в наши дни. По часу, ее было выказано немало интересных думок и пунктов угледжения. Присутные отримали отказы на все вопросы, которые их интересовали. Сустреча была информационно насыщенной и, разом с тем, вельми теплой и душевной, как, зрешто, и сам фестиваль. «Тут добрая обстановка, и за счет этого люди друг друга располагают. Новые знакомства, новые беседы, новые знания. Ну, просто вообще приятное времяпривождение». «Замечательная возможность пообщаться с православными ребятами. Люди, которые с тобой мыслят в одном направлении. Всегда разностороннее общение». У программе фестивалю так само цікавые спортивно-забавляльные и гульнявые пляцовки. Причим, як для детей, так и для дорослых. Представники военно-патриотичного клуба «Гонор» пропоновали присутным показальную программу, а так само широк активных конкурсов и викторин. У целом фестиваль объеднал представников самых разных взрослых, покинавши у них при этом, выключна становивши эмоции и уражени. «Получила море удовольствия, все нравится, как православная молодежь проводит время. И я думаю, что буду приезжать, если позовут еще раз, да». Вероника Врашилина, Валерия Панькула, телерадоя компания «Гомель». На Новобелецком пляже «Гомель» отбулось, что годовое свято – День Нептуна. Для жихару и гостей областного центра было подрихтовано шмат цікавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны, показ пляжной моды, катание на банане, музычная водная феерра и многое іншее. Наши корреспонденты побывали у самым сердце этого массового и видовищного театрализованного свята». День Нептуна – яркое тетрализованное представление, якое традицина ладится в середине лета. Кожный год сценарий свята мая пелные адрознений и дополнений. Однако традиции его проведения застаются неазменными у насыщенной культурно-забавляльной программе и позитивным, веселым настрой его удельников. В областном центре «Аматоров свята воды» што год сбирая администрация Новобелецкого района Гомеля. По традиции для гостей ладится шмат цікавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны. Импровизованный конкурс «Мисс пляж» и многое іншее. Кульминацией свята стало эффектное заявление з водных просторов раки Сош, цараморов и заступника подводной стихии Нептуна и его свиты. Приветствую вам! Здравствуйте, дорогие друзья! Богня Птун – его жонка Фицида, русалки, водяники и черти – галоны и дейючая особа свята. В основе театрализованного представления закладена старая морская традиция, сгодно с которой при пересочении судном экватора капитан должен испытать во владара мороу дозволу на плавание в его водных уладаниях. У сучасный контекст святкования организаторы укладывают и иншие идеи. Мы хотим рассказать детям о том, что вода может нести в себе как добро, так и может причинить зло. Сотрудники МЧС на нашем мероприятии расскажут, как с помощью воды они спасают людей, а сотрудники освода расскажут детям о том, что вода может нести в себе еще и опасность. Подчас свята старожитно-рымские, старожитно-греческие боги Морауня Птун и Посейдон вызначали, кто из них больше мощный и мощный. Дякую чешерогу текавых конкурсов, у яких приняли удел гости мероприемства, перемогла дружба. Я, морской бог Нептун, поздравляю всех жителей города Гомеля с этим прекрасным праздником. Обещаю, что буду защищать вас на водных просторах, помогать вам в рыбалке, в путешествиях по морях. По правилах старой морской традиции, першим дать дозвол на пересечение экватора своих водных уладания, у Нептун повинен охрестить мороков морской водой. Менавито там у свято было бы не полным без водной фееры. Музычная водная феера продолжилась у всего некольких хвилин, однако уражение от яя, как и в целом от самого свято. У гостей, сдается, хопить до наступного дня Нептуна. Нам очень понравилось, особенно это водное. Было классно, шланг это же. Да, мы все промокли. Было холодно. Мы все промокли и было очень классно. Много различных конкурсов было. Да, вот это доблевание вообще круто. Мне очень все понравилось. Нептун, конкурсы, было очень классно. Очень интересно, особенно когда много эмоций, когда многие люди бежали на фонтан. Праздник, я думаю, что удался. И погода вроде бы не подкачала, как бы нормально так все. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Игапанько. Телерадио компания Гомель. У Гомельской областной универсальной библиотекции «Мя Ленин» отбылось открытие фотодокументальной выставы «Капитуляция Германии» май 1945 года, просвеченная 70-ти годзю Великой Перамоги. Экспозиция подрихтована с уместным Белорусским державным музеем истории Великой Чинной войны и германно-российским музеем Берлин-Карлс-Хорсте. Яна расповедая про, бадай, самую важную падею минулого ста годзе – подписание акта об безумовной капитуляции Германии. Документальные фотоматериалы адлиструвывают историчный момент подписания капитуляции у Рэймсе и Карлс-Хорсте. А так само атмосферу радости, что пановало в городах, які были вызволены от фашистского прыгнёту. Выстава так само дополнена материалами Белдерж музея истории Великой Чинной войны, які іллюструють обстановку у Германии одразу пасля завершення боёв. Советские солдаты у Берлині расписываються на Рейхстагу, а так само сучасные фотосдымки гисторичных надписів, які заховалися там до наших дён. Тут любой аудитории буде интересно, ведь даже наші дедушки і бабушки в це время в Берлині не були, не були на підписанні, і їм теж буде интересно увидеть, як це происходило, увидеть военачальників, може, під командою которых вони сражались на фронтах Второї мирової війни. А також буде интересно і нынешнему поколінню, потому що именно із документальних фотографій ви можете увидеть, як це все було. Не художественна інтерпретация режиссера, а именно сухо, як це снял фотограф, як це происходило на самом деле. Я думаю, це буде интересно всім. У Гомелі завершився літній кубок по мини-футболі сиродоматорських команд. На протягу місяця 8 дружин змагалися за перемогу у турніри. С поборництву проходили под егідой областного отделення Белорусської ассоціяції мини-футбола. Среду дільників літнього кубка були як вопітні команди аматорів, які шмат годів вступають у чемпіонаті Кубку Гомеля, так і новички. Для команди «Патриот» з поборництву стали дебютними. По вийніках турніру яна заняла шосте місце. Однак неудалым такі дебют назвати «Нельга». Це наш перший турнір в составі цієї команди. Достаточно на середньому рівні ідем. Хотіли краще показати результат, але, можливо, не хватило фактичної підготовки. Ребята ще нові, які не грили, притіраються команді. В принципі, результатом доволі. Проходзі у Летній Кубок по округовій системі. Каманди провяли 7 туров. Уладальнік трофея визначився у заключнім. Перша місце завоєвала дружина під назвою «Авангард». Каманда «Медик» узела «Сребра», бронзов футболістів «Старко». І на гэтым наш раннішній випуск завершений. Добрых вам новинів і до нових зустріччів ефірі. Доброго дня!